Всем привет дорогие друзья, это видео является продолжением вчерашнего, мы говорили о рейтингах пропагандистов и хочется уже наконец закончить всю эту сказку про рейтинги пропагандистов, то о чем они нам врут без конца, что ой у нас рейтинги, ой нас смотрят, да бла-бла-бла предлагаю для начала вернуться туда, назад, в прошлое, когда кроме телевизора ничего не показывало и вот тогда, если кто-то помнит, аналоговое ТВ. Помните, а теперь вспомните, как вы его настраивали. Была такая антенна, рогатка, ну не обязательно рогатка, у разных людей разные антенны эти были, и когда вы ее включали в телевизор и настраивали, что вы видели в первую очередь? Да, вы видели, там настраивали первый, второй канал, может быть НТВ, все остальные каналы дециметровые, если вы хотели, чтобы они у вас показывали. Вам приходилось, значит, с этой антенной ходить по всей квартире, пытаться поймать эти самые волны. Не всегда, возможно, это удавалось. Самые умные люди, да, они покупали какие-то дорогие всеволновые антенны, залезали потом на крышу, настраивали их там, и вот только после вот этой вот мучительной процедуры начинало в доме показывать сразу несколько каналов, всяких разных, в том числе и дециметровые, и теперь представьте, что подавляющее большинство людей этим не занимались. Не у всех были деньги на то, чтобы купить эту дорогую всеволновую антенну, не у всех была возможность и даже там, да, желание вылезти на эту долбаную крышу и что-то там сделать, то есть, ну, поэтому люди, в принципе, сидели, смотрели вот эти вот три канала, несмотря на то, что им рассказывали, что где-то там еще 15 показывают, по большому счету большая часть телевизионной аудитории, особенно старики, как раз смотрели вот эти вот три канала. Именно поэтому у этих пропагандистов а-ля Скобеева, да, а-ля Соловьев, а-ля Киселев формировались вот эти вот рейтинги, да, потому что нечего больше было посмотреть. Сегодня, кто-то мне сейчас скажет, ну, слушай, ну, появилось же цифровое ТВ, и там целых 20 каналов, ребят, а вы, хоть кто-нибудь пытался настроить это цифровое ТВ, вы видели, что там за 20 каналов, что там вообще показывают? Помимо, опять же, вот этих вот запутинских каналов основных, там 4-5, что там показывают еще? Ну, давайте вспомним, телеканал Спас. Как часто? Как много людей из вас включает вообще и смотрит телеканал Спас? Телеканал Карусель, ну, это, в принципе, детский канал, да, взрослые люди его не смотрят. Телеканал Культура, как много вы знаете людей, которые смотрят телеканал Культура. Россия 24, в принципе, на России 24 показывают все то, что показывают в новостях России 2, только там зациклили и миллион повторов, то есть ты включаешь и там какой-нибудь очередной миллионный повтор какого-то документального фильма. Ну, и так далее, можно долго продолжать телеканал ТНТ. А что там, кроме Дома 2 и Комедиклаба? Ну, как много народу смотрит телеканал ТНТ. Телеканал Пятница, который, как ни включишь, там с утра до вечера показывают Орел и Решка тоже. Я думаю, ну, есть какие-то люди, кто вот этих мурламоев смотрит, но по большому счету это не такая большая аудитория. То есть, вот так вот, если разобраться, все это цифровое телевидение путинское, оно изначально заточено на то, чтобы показывать именно вот эти вот основные путинские каналы. Там нет ни одного телеканала, который способен составить конкуренцию путинским СМИ. Там всякая фигня, всякая лажа. Ну, а нам, конечно, рассказывать 20 каналов. То есть, напихали, да, вот эти два мультиплекса всякого говна. И вот вы сидите между говном и первым-вторым каналом НТВ выбираете, чтобы посмотреть. Ну, выбор, по-моему, очевиден. Ну, даже я бы НТВ выбрал, да, если бы выбирал между телеканалом Спас и НТВ. Поэтому тут нечего удивляться. И вся эта афера, я думаю, и ПА, афера, простите. Я думаю, Путином точно так же доложили, когда он тоже, наверное, возбудился. Да-да-да-да-да, так, стоп, там 20 каналов будет, вы давай охренели. Я думаю, мы точно так же объяснили, сказали, Владимир Владимирович, не переживай. Там будет 15 каналов всякого говна. А вашу любимую Скобееву, вашего любимого Киселёва, Соловьёва и так далее, у них не будет конкуренции. И вас по-прежнему будут смотреть. Так что даже не волновайтесь. Кстати, эта афера действительно крутая афера. Я просто помню, у меня на даче, я на это обратил очень жёсткое внимание, потому что у нас на даче тоже. Не показывала нифига, ну а там же не всегда будешь шашлыки жарить, не всегда гостей принимать, не всегда там, простите уж, да, за пикантные подробности водку жрать. Иногда есть люди, которые там постоянно живут, и я тоже хочется, ну, как-то развлечься. Единственное развлечение телевизора. И одно время наши садоводы, а там 200 дворов на минуточку поднимали, даже вопрос, что давайте повесим спутниковую антенну, у меня, кстати, висит. Но, чтобы была общая спутниковая антенна, мы покупали только ресиверы. И уже люди даже почти на это согласились, а потом появилась вот эта вот цифровая афера, и всё про спутниковую антенну как-то забыли, потому что за неё платить надо, а за это цифровое говно платить не надо. Вот и всё. Поэтому, когда вам рассказывают все эти Скобеевы, да у нас рейтинг, да нет у вас никакого рейтинга, у вас нет конкуренции, поэтому есть рейтинг. А в том же Ютьюбе конкуренция серьёзная, поэтому у любой Скобеева, у любого Славьёва, у любого Киселёва, да я их за пояс заткнул. Вот этих гнид. Меня больше народу смотрит, чем смотрит Киселёва. Поэтому расскажите эти сказки своим бабушкам. Хорошего дня! Во второй половине дня сегодня выйдет реальная журналистика. Увидимся!